Сейчас мы находимся на обычном уроке труда у семиклассников Половская средняя школа. Уже через год у этих ребят будет возможность пройти профессиональный курс и получить официальный документ о начальном образовании по специальности швия. Пройти самую настоящую профподготовку можно и в столярной мастерской школы. И это не единственная альтернатива получить полезные навыки и умения. В Старорусских колледжах местные старшеклассники наряду со сверстниками Парфенского, Волотовского, Холмского и Подорского районов могут получить корочки дела производителя, оператора ЭВМ и помощника воспитателя. Такая возможность появилась у ребят благодаря реализации кластерного проекта «Моя будущая профессия». Эта подготовка длится 7 месяцев у нас в учении по нашей программе, в рамках нашего проекта 7 месяцев. Это достаточно серьезная подготовка и поэтому ребята уже даже в получении этого свидетельства о профессиональном обучении могут реализовывать себя как молодые специалисты и устраиваться на работу и уже и самозанятость. Впрочем, сами участники проекта пока так далеко не загадывают. В школьной мастерской сейчас трудятся над подарками учителям к 8 марта. Реализовать творческий замысел юным плотникам теперь помогают современные технологии. Мы берем любую картинку из интернета, вставляем ее в приложение и уже через приложение делаем это на станке. Работать на лазерном станке, конечно, интересно, признаются ребята, но и традиционное столярное оборудование на занятиях тоже не простаивает, ведь именно с его помощью формируется профессиональное мастерство. Они изготавливают для себя настольные лампы, это те же самые станки обработки СТД-120, на которых они работают совместно, совмещая все, электрические проводки, они действующие все, светильники. Экспонаты те, которые вставляются, они с чувством сердца разрыва говорят, что домой хочется, хотя бы пускай они постоят немного для того, чтобы это был как образец, эталон вашей работы. Это лишь небольшая часть работы, сготовленных школьниками. Авторство многих принадлежит ребятам с ограниченными возможностями здоровья. И это, пожалуй, один из главных целевых показателей проекта. Так, в прошлом году в Парфенском районе свидетельство о профессиональном обучении получили 17 особенных ребятишек. Успешный опыт кластера Старорусский отметил губернатор Андрей Никитин. Глава региона предложил распространить его во всех районах Новгородской области. Это же была система Советского Союза. Большинство из нас получало вторую профессию, учащих в школе. И кому-то это помогало работать параллельно с учебным техниками и университетами. То есть идея в этом. Вторая, самая главная, действительно, часть этого проекта – это возможность для детей с ограниченными возможностями здоровья получить нормальную профессию и быть социализированным. Уже в этом году авторы проекта «Моя будущая профессия» планируют открыть еще одно направление и предложить старшеклассникам профессиональный курс по 3D-моделированию, программированию и ландшафтному дизайну. Из Парфинского района Ирина Ускова, Андрей Константинов. Новости Новгородское, областное телевидение.